Костричницкая 5, 6 Мы с вами находимся на Костричницкой 6 Один из основных офисов телеканала Белсад Как видим, тут параллельно называется загрузка в магазин продуктов Которые побольше на них находятся Але так само и мы чекаем не у забаве разгрузку реча З нашего офиса Нагадаю, там сёня от 9 ранецы Иде ператрус Паводля милицыянта у сё межах административной справы Относно товарного знаку Незаконности выкористания товарного знаку Телеканала Белсад на территории Беларуси На офисе, на койке мы так само ведаем Знаходица наш коллега, оператор Александр Любинчук Ён цепер недаступна до сувязя Але тольки што Тольки што Да у вахода В этот подъезд, где знаходица офис Доучилися еще некалки милицыянтов И пачалася виды аздынка Милицыянта у сих, которые тут знаходица побачше Наши коллеги З иных СМИ из Беларусской асоциации журналистов А гэта значыць, што не в забаве пачнецца загрузка Техники, загрузка речевы, яка мая быть конфискованная З нашого офиса для этого подъехал бусик Як мы бачим, без регистрацейных номеров Милицыянты нічого не кажуць, чаму Наво, што як долго гэта будзе працяхвацца Мы спадзеемся, што не тольки будзе загрузка Дэтага бусика речами Али так сама и мы не забаве пабачим Нашага коллегу, оператора Александру Любинчук Ён там цепер знаходица На шацвётыль по версии Ну и загрузка магазина так сама отбываецца Одночасова Это у вас на той бусике, киролца бусика Которая подъехал без регистрацейных номеров Для всех гэта работа Такая у нас работа Ну видите, такая работа У журналистов такая работа Ну и мы протягнем и выконвать Не глядячи ни на что На эфир, я думаю, гэта не добьется Говно, как Александра Любинчука Нашага отпустились Подарашто полно ведая, што други наш оператор Олесь Борозенко теперь находится за кратами Подарашто на 15 суток Формально за хулиганку Але Видео было выразно видать, что коллегу затримливали И он казав, что он журналист Ну и литерально 10 тому подъехал к этой бусик За загрузкой речев, которые зараз Нагадываю господарству Будуць выносить З офиса телеканала Белсад Бусик подъехал без опознавальных знаков Без номерных знаков регистрации А гэта высь представники милиции Ну и глядячи по внешнему выгляду Повем так, прокуратура Здесь слежий калимитет Але справа административная К тому, я думаю, все-таки гэта прокуратура З першого офиса на проспекте незалежности Там уже оператрус отбылся Была конфискованная техника Два системные блоки с мониторами Был конфискованная так сама торба Промоцинная продукция телеканала Белсад При гэтым милициянты не покинули Аня яких паперов Межах яхой справы Што гэта нагло отбылось Нават были понятые Але понятым так сама не подхумачили И не проставили никаких документов Подхумачили только той факт Что будзе конфисковываться Уся продукция Дзя кирлицей латинкой Па белорусску Типа российску Написана Белсад А это значит, что фактично Все пакеты, которых тысячи Повсю Белорусси Так торбы, вядомые Белсадовские Так сама можно Отвисковывать Людей Дякую коллегам За солидарность Тут и журналисты Из европейского раду Из радуя свобода И Ройтерс Асышейтед пресс Прыбачьте Ройтерс еще не доехал Ройтерс Немного Смор Класс Лав Белор Наушники достаются из нашего формы. С нами побачь аппарат, а вот выходит. Оператор вышел. Только оператор. Но не наш оператор. Наш оператор Александр Лебенчук там протягивает. Знаходится, на суде не выходит. 50 секунд мы имели контакта. Бачите, как офис Белсата, как действие на людей в форме, что выходите из ялку, одразу берут все руки камеру и вздымают. Побачь с нами находится так само официальный представник телеканала Белсат. Алексей Минчонок. Алексей, коротко рассказал. Что ты тут делаешь? Приехал поглядеть, как начался этот оператор, что вернулись от нашего другого офиса, на независимости, там забрали всю компьютерную технику, системные блоки разом с монетарами. Участку подтянули, но такое не компьютерное, так что видно, что загадка просто инфраструктура взвалась, как бы, и вплоднить прац, как нашим журналистам. Ну ты, как официальный представник телеканала, можешь подвести? Я не знаю, какие теперь деньги, как разумеется, как разумеется, как будто уведение формально это все отбывается. Уже наши аккредитованные журналисты подходили, и никаких выниканий милиция ничего не скажет, и отправляюсь по коментару в городскую милицию. Ну, с сайта городской милиции то есть тот суд, который был проигранным нами, сразу выигранным, а потом проигранным в 2014 году, когда компания Белсад Плюс про незаконное выкространение и флоратурцы. Вот. И эта заявка, я напоминаю, шановному господарству, она была длинным чином подадена аккурат у сокровику этого года, когда по краюне прошелся хваля протестов, недармаедов, и когда канал Белсад широко светлял в живом эфире, не только в интернете, но и сигнал шел на спадарожниках, это значит, что... Ну что? Той момент наступает. Шановное господарство, теперь увидите, как будет выноситься техника с офиса телеканала Белсад. Нагадываю, что мы с вами находимся теперь на улице Костричницкой 6, где находится один из офисов телеканала Белсад. В первом офисе уже отбылся ператрус, была конфискованная техника, а вот теперь выносить технику с другого нашего офиса. сквозь мониторы сквозь мониторы уже понесли. и все и ну и а Загрузка протягивается от техники. Я нагадываюсь, сегодня уже отбился перетрус в одном из офисов. Это наш другой офис. Конфисковывается техника, но внутри офиса... Кто любезно, мы граждане, отойдите ровно на 2-3 метра, чтобы не мешать работать. Внутри офиса протягивается наш оператор, Александр Любинчук. Он стал святком перетрусу. На первом офисе никого не было. Ну и никаких паперов так само не покинули. На какой подставе человеку, как... Вот этот процесс. Вы теперь видите, как выносит технику из офиса телеканала 50. Шановные господарства, я только хочу вас заупыльнить, что это никак не одобьется на эфиры телеканала Белсад, на его якости. Это никак не одобьется на... До свидания. На стандартах працы журналистов телеканала Белсад. И они будут такими же объективные, бесстаронние. Только правда. Вот наш коллега Александр Любинчук. А на какой подставил его? Что такое? А? Першимайский раус. Только что сказал Александр Любинчук. Я хочу везуться в Першимайский раус. Александр Любинчук наш оператор. Я хочу теперь завозить у Першимайский раус. Один, я что поспел крикнуть. Вот. Александр Любинчук оператор разом с техникой и речами конфискованными. Сейчас начнется приближение. Шаново, господарство, только что побачили, как конфисковали технику из офиса телеканала Белсад. Как вывели за руки Александра Любинчука, как это наш оператор. И он поспел поведомить про то, что его везут в Першимайский раус. Раус восемь. Олесю. Что шеешь? Что шеешь? Отойдите, отойдите. Отойдите от двери. Ты причем? Отойдите. Проходите дальше. Дальше проходите. Ты причем? Ну, тримайся. Все нормально. Продолжение следует. Шаново, господарство, я нагадываю. Мы теперь находимся в Кострышнице 6, тут находится офис телеканала Белсад. И мы зараз проследуем у него только что там отбылся ператрус. Только что там отбылся ператрус, и мы стали со светками, так самое, к Александру Любинчука. Вывели под руки, загрузили у автобус, и он поспел поведомить, что его везут у Першимайский раус. Сейчас мы керуемся на офис. Мы накеровываемся в офис, где только что отбылся ператрус. И откуль был затреманный, где был затреманный так само наш коллега, оператор Александр Любинчук. Аккредитованный. Один из немногих аккредитованный. Журналист телеканала Белсад в Беларуси. Перед вами Алексей Менчонок, офицерный представитель телеканала. Мы бачили, как выносили технику, загружали полгус. Мы так само бачили, как затремали нашего коллегу Александра Любинчука. Мы находимся тихо с вами на костричнице. В офисе телеканала Белсад, где еще и сегодня ранится. Тут стояли компьютеры, мониторы. И на них працавал один из наших коллег, Александр Любинчук. Литерально 15 квилин тому. 15 квилин тому. Техника была конфискована, вынесена и загружена у бусик без опознавальных знаков, без регистрационных номеров. Разом с техникой вывели за руки так само Александра Любинчука. И он поспел крикнуть, что ягу везут у першамайский рус. Что там? Флешку покинули. Не нашли. Ласка так само нанес. Так, ну это каска Олеся Борозенки, которая теперь за кратами. Так само арештованы на 15 суток. Наш коллега и оператор. Техника вся конфискованная, мы бачим. Покинуты только мышки, провода, роутеры. Вот так выглядая офис после сегодняшних ператрусов. Это один из офисов. На первом офисе, сподарство, уже бачили, так само было. Все конфисковано. Дякую Богу, там аккуратно никого не было. А тому без затримания людей. Олеся, камеру тыть принес? Не, я взрываю. Но меня удивилось, что был картридер, лежал в пакетике. Они достали пакетик, взяли картридер, а это значит, сейчас покинули. Александр Ильбинчук был затриман, и его повезли у першамайский РУС. Технику повезли у неведомого накерунка. Сам транспортный сродок был неопознавальный, без регистрационных номеров. Конфискацию проводили при допомозе милициантов, и они были, ну и люди в цивильном, которые не представлялись. На разный момент мы только видим, что формальные причины для ператруса в двух офисах Белсата это административная справа об авторских правах, об выкорыстании товарного знака Белсат. Вынесена была, на данный момент мы разумеем, что вынесли только технику, и по возле перших комментариев, которые получаются сбоку руководительства нашего телеканала, выникает, что зарабилось это дело того, как конфисковать технику, и хоть таким образом перешкодить правительство нашего телеканала. Нагадаю мы тягом у всего сокровика. Когда отбывались социальные протесты в регионах и в Менске, вели прямые трансляции из этих протестов не только в интернет, а и и нас, подорожник. Это значит, что люди, которые без интернета, они побачили это. что люди протестуют супрот социальных несправедливостей, на их думку. Ну, а покутаюсь так само от этого и журналисты. неопытные люди проводили оп-шук, но николи мониторы не забирают. Я ныне ничего, никакой информации не... А тут забрали все. Может быть, как раз зеледоколка парализовать сразу голоса, как бы... Ну, на ныне мониторе ты ничего не сделаешь. А либо без монитора и особо и не попрацуешь с системным блоком, правильно? Как хотим. Ну, я моменту вас, что я буду смотреть. А где там вот эта фиксия? Ну, тут уже настреба уже сняли. Да, конечно. Ковалев мне показывает, что ты делаешь. Все, я на столу понимаю. Ну, я знаю, как. Все так алёк. Были, Леша, были. Только провезли. Я ныдочекалис, а и все. Я тебе фоток внутри полосканики ставлю. Забрали на вас мониторе, потому что я ныне кому-нибудь не потребно, их николе не забирать. Чужого? Сейчас будем лечить. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть и семь. Света, да. Светлана Калинкина, что-то так, поведомила про шесть-семь компьютеров. Ну, тут, значит, здесь разрешается либо семь компьютеров и мониторы. Это компьютеры, коллагодарю, всякие мышцы. И два компьютера с первого офиса, так само. Да, да, да. Ну, и Алексей, Александр Любинчук. Ну, это просто... Он идет, еще по-небедому, против того, что его повезли в першамайский рауз. Так это он поспел крыльпинск, когда разом с Террицкой вывозили подрубки и сажали в аутобус. Давай. Давай. Ну, одразу сумею зауповнить у всех. Это никак не добьется на праце телеканала Белсад, на якости контенту, на праце журналистов. Это не перший подобный акт сбоку уладов достаточно нашего телеканала. Конфискации отбывались в 2008 году, в 2010 году. В 2010 году двойцы разом с уломанием офиса. Пусть тягам опошних год таких ударов по инфраструктуры, по структуры нашего телеканала не назиралось. Ну, ось, отметно, то, что медициянки казали, что у всех этих мероприемств отбиваются в нижних справа про наш товарный знак, однако конфискованы только компьютеры. Ось, например, стоит документ с логотипом Белсад, в меньших покоях стоят торбы с логотипом Белсад, у другим офисом стоит нашу клавную баннер, на яким просьма логотипу Белсада все это осталось, не конфисковано. Из этого родного основу, что основанная мета того, что отбылось сегодня, это парализация нашей работы с технического боку. Нас может позбавить технических машин сегодня от работы. Господарствуйте приглядеть трансляцию с офиса на телеканала Белсад на Костришницкой в 6 летрально 20 лет тому тут был законченный ператрус и правополники вынесли технику разом с техникой нашего оператора Александра Лебенчука. Он поспел крикнуть, что его повезли упершамайский рот. Ему не потумачили на какой постарь его затримливают. Один что видно, что есть административное справа об использовании товарного знака телеканала Белсад и об оборонении на территории Беларуси. Солидарным и всем слушающим благодарим за удал в этой трансляции. Ну и держим кулаки, а так наиболее могут поддержать нас, приехав сейчас до Першамайского Руссо, где находится наш оператор Александр Бебенчук. Он находится именно в том офисе, когда сюда вырвались милицианты с Ператрусом. Были забраны 7 компьютеров на этом офисе. И 2 компьютера были конфискованы с другого офиса телеканала. Но это никак не добьется на праце Белсата. Будьте в этом выполнены. А тем больше на якости контента и стандартах работы наших журналистов. И они остаются ранее. На этом мы с вами развиваемся. Если будет еще вядуем, то будем иметь включение. А так следите за новинами на нашем аккаунте в Фейсбуке, в других социальных сетках и на сторон cbsat.eu к сетках м Продолжение следует...